Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео, снова поговорим про недвижимость. Очень серьезно заходит эта тема, очень многих людей волнует тема недвижимости. И сегодня больше вопрос не столько прогнозирования цены, а сколько понимания, от чего зависит движение цен на недвижимость применительно к России. Мы недавно проводили конференцию для участников MaxCapital, открытая конференция была. И как раз-таки при подготовке к этой конференции собрали массив данных с 1998 года, каким образом вели себя различные классы активов. То есть, как вело себя золото, какая была инфляция, что было с долларом, что было с фондовым рынком, что происходило с недвижимостью. В данном случае речь идет про недвижимость в Москве. Там можно сделать определенные выводы, которыми я хотел бы поделиться здесь, на канале. Поэтому смотрите обязательно данное видео до конца, если хотите понимать, каким образом движется недвижимость. От чего зависит цена на недвижимость, в зависимости от того, в какой фазе экономического цикла находится экономика. Чтобы у вас было понимание, каким образом имеет смысл и когда смотреть на недвижимость, когда смотреть на фондовый рынок, когда смотреть на золото и, соответственно, иные активы. Итак, давайте будем двигаться. Движение активов зависит от той фазы, в которой находится экономика. И если говорить о том, в какой фазе экономического цикла находится сейчас экономика. То есть, мы сейчас не смотрим широко, как обычно, на глобальный рынок. Мы сейчас смотрим преимущественно на российский. В фазе охлаждения, то есть, каким образом характеризуется фаза охлаждения экономики, то поздняя фаза цикла эта. Она характеризуется тем, что ТМП и ВВП снижаются, бывает минимальный уровень безработицы, промышленность остывает, кредитование замедляется, корпоративные прибыли снижаются. И центральный банк переходит к ужесточению денежно-кредитной политики. То есть, основной критерий – фаза охлаждения. И нам даже важна не столько фаза охлаждения, сколько нам важен переход между фазой охлаждения и экономическим нокдауном. То есть, в какой промежуток времени, какие параметры мы должны обращать особое внимание, чтобы сделать некий прогноз, в какой фазе мы находимся. Почему? Потому что, как все говорят, кризис – это время возможности. Соответственно, в кризис происходит то, что хорошие классные активы начинают стоить дешево, потому что людей проблемы, растет уровень безработицы, деньги стоят достаточно дорого. И вот готовиться к ней и принимать активные действия как раз-таки нужно в переходный период между фазой охлаждения и фазой экономического нокдауна. Почему? Потому что мы сейчас на канале MaxCapital мы говорим про фондовый рынок преимущественно, частично касаемся недвижимости. И в этом случае нужно понимать, что рынок акций – это некий опережающий индикатор. Посмотрите в любую страну, посмотрите на любой рынок. То есть, когда экономика уже находится в рецессии, когда она уже находится в фазе экономического нокдауна, в этот период рынки до этого, до того, как уже на дно самая свалилась сама экономика, рынки заперфомили, рынки уже заложили эти параметры снижения и рынки уже упали. Любую статистику посмотрите. Хоть в Америке, хоть в России, да, в экономике становится плохо, рынок уже это все заложил в цены, все плохое заложил в цены и, соответственно, уже снизился. Почему это важно? Потому что сейчас как раз-таки мы наблюдаем то, что фаза охлаждения характеризуется тем, что Центральный банк начинает ужесточать денежно-кредитную политику, то есть деньги становятся дорогими. Как мы это отслеживаем? В России мы это отслеживаем так, как у нас Центральный банк пока что, в отличие от Европейского Центробанка, Японского Центробанка или Американского Центробанка, не обечатает деньги. Процентные ставки в России более высокие, и поэтому в России управление денежно-кредитной политикой осуществляется пока что исключительно за счет роста или снижения процентной ставки. Так вот, в фазу охлаждения Центральный банк начинает ужесточать денежно-кредитную политику, а значит повышать процентные ставки, то есть то, что мы наблюдаем в последнее время. Что происходит в 2022 году? Центральный банк России повысил процентную ставку в марте месяце, и сейчас как бы непосредственно снижает. Помимо всего прочего, у нас заявили о том, представители Центрального банка заявили о том, что скорее всего политика, связанная с смягчением денежно-поритикой, закончилась и возможно ужесточение. Поэтому сейчас Россия, хотим мы того или нет, все равно интегрирована в глобальную экономику. В глобальной экономике мы сейчас видим, что ФРС повышает процентную ставку, Европейский Центробанк, глядя за ФРС, тоже думает о повышении процентной ставки. И, соответственно, глядя на ФРС, все мировые центральные банки по всему миру повышают процентные ставки. Поэтому мы находимся в фазе охлаждения и переход в фазу рецессии. ВВП, потому что фаза рецессии, фаза экономического нокдауна, характеризуется тем, что ВВП падает, безработица растет, промышленность падает, кредитование не растет, перестают люди брать кредиты, потому что процентные ставки становятся высокими. ВВП, падение корпоративных прибылей происходит, происходит начало стимулирующей политики центральных банков. Очень показательным было недавнее движение в Великобритании, когда Банк Британии, доходности по государственным облигациям Британии начали просто галлопирующими темпами расти, вышел и начал печатать. То есть говорили одно, три дня. Три дня понадобилось центральному банку, вместо того, чтобы ужесточать денежно-кредитную политику, перейти на фазу смягчения. Почему это важно? Мы сейчас все-таки про недвижимость, недвижимость в России. Что нужно понимать, какая у нас существует со-зависимость. Вот на графике вы сейчас видите движение трех классов активов. Желтый график – это золото. Зеленый график – это индекс ММВБ. Синий график – это цены на недвижимость в России. Выделено две зоны. Зона 1998 года и зона 2007-2008-2009 года, в каким образом вели себя в этот период активы. То есть первое, что нужно понимать, и в какой-то степени, почему я сейчас активно смотрю на недвижимость, по той простой причине, что разумный инвестор делает опережающие прогнозы. То есть для того, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно в условиях нестабильности, в портфеле нужно иметь активы с отрицательной корреляцией. Что значит отрицательная корреляция? Что в период, когда, допустим, один актив растет, другой актив должен падать. Что мы таким образом получаем? Мы получаем некий эффект штанги. То есть у нас получается, если фондовый рынок падает, то недвижимость растет. И наоборот, соответственно, если недвижимость падает, то рынок растет. Какой еще пример отрицательной корреляции может быть? Допустим, акция авиационной компании, авиакомпании и акция нефтяной компании. Когда нефтяная компания начинает расти? Когда у нее увеличивается прибыль? Когда у нефтяной компании увеличивается прибыль? Когда растут цены на нефть? То есть цены на нефть мировые выросли, нефтяная компания зарабатывает больше, в этом случае рынок начинает перформить, то есть он начинает закладывать вот эти положительные денежные потоки в будущую прибыль, и все начинают покупать акции нефтяной компании, она начинает расти. Соответственно, авиакомпания, у которой значительная часть расходов связана с топливом, потому что авиалайнеры очень много сжигают топлива для того, чтобы перемещаться, то когда растут цены на нефть, когда растут цены на авиакеросин, то затраты в авиационной компании увеличиваются, стоимость бензина становится больше. И даже если объемы перевозок остаются те же самыми, рост затрат на эксплуатацию авиалайнеров приводит к тому, что чистая прибыль авиационной компании снижается, и мы получаем вот этот вот эффект штанги. То есть нефтяная компания растет, а авиакомпания начинает снижаться, потому что опять-таки рынок закладывает, что авиакомпания заработает меньше, потому что цены на бензин вырастут, чистая прибыль будет меньше, и поэтому компанию продают. Если у вас в портфеле присутствует та и другая компания, то в этом случае, ребалансируя, то есть переводя прибыль из нефтяной компании в упавшую акцию авиационной компании, потому что в будущем все равно цены на нефть будут падать, авиакомпания будет чувствовать себя хорошо. И вот эта вот ключевая стратегия, которую нужно использовать в своем инвестиционном портфеле, как конкретно это делать, я расскажу в отдельном видео. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, щелкните колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео, потому что я отдельно расскажу про механизм ребалансировки, то есть каким образом он осуществляется. На примере инвестирования в золото и в фондовый рынок России. Поэтому подписывайтесь, в ближайшее время данное видео выйдет. Возвращаясь к недвижимости. Когда происходит фаза охлаждения и центральные банки начинают ужесточать денежно-кредитную политику, кредит становится дорогим. Кредит становится дорогим, люди потребляют меньше. Реализация инвестиционных проектов для компаний, которые осуществляются за кредитные деньги, становится дороже. И при удорожании денег рынок начинает закладывать это удорожание денег в будущие денежные потоки. То есть есть такое понятие дисконтирование денежных потоков. То есть происходит дисконтирование денежных потоков, финансовые модели расчета справедливой стоимости компании, эти параметры вводятся новые. И тогда система, прогнозная модель выдает. У компании прибыль будет меньше, дивиденды будут меньше, прибыль акционера будет меньше, акционерный капитал будет снижаться. И поэтому сейчас эту компанию, она стоит или дорого, или ее нужно держать, но не покупать. И поэтому меняют целевые уровни по акциям. И акции, все акции начинают падать. Но параллельно, что происходит, как я сейчас это вижу, да, то есть сейчас таких разговоров очень и очень много. То есть очень много я вижу, спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете под видео. Очень много комментариев, связанных с тем, что, Максим, ты запиперил, рынок российский валится и валится, а ты каждый раз все громче и громче заявляешь о том, что его нужно покупать. То есть что происходит, особенно в России в последние 2-3 года? На рынок пришло очень много частных инвесторов, неопытных, да. Они получали очень высокую норму доходности, там 20, 30, 40, 50% годовых. И в итоге они с чем столкнулись? Они столкнулись с тем, что частные инвесторы на эмоциональном уровне говорят, экономические санкции, Газпром газ в Европу не поставляет, эти потоки переориентировать в Азию он не может, продаем свои материалы и природные ресурсы с бешеными дисконтами. Да зачем это надо? Ну его в жопу. Лучше я продам сейчас, пускай мне там убыток 30, 40, 50%. Я продам эти акции, я не готов с этим больше мириться. И куплю недвижимость. Вон там какие-то компании предлагают ипотеку под 0,1%. И вы должны понимать, что это не один конкретно взятый человек, который таким образом рассуждает, а это толпа непрофессиональная на рынке, которая что делает? Берет, фиксирует свой бумажный убыток, переводит его в реальный и вкладывает в недвижимость. Но так как недвижимость обладает такими характеристиками, как ограниченная ликвидность, то есть нельзя быстро купить, нельзя быстро продать, просто соотнесите, да, если вы инвестор, сколько занимает сил, средств, времени покупка акций Газпрома, Сбербанка, я не знаю, там, Лукойла, и сколько занимает покупка какой-нибудь квартиры. Самый простой, технически, да, то есть как вы можете обналичить этот актив, как вы можете выйти в кэш, что происходит с акциями и что происходит с недвижимостью. Это первый момент. Второе, в недвижимости можно продать часть. Если некомфортно, и у вас портфель, там, не знаю, на 100 тысяч рублей, вы можете продать акции на 10 тысяч рублей, вы можете продать акции на 5 тысяч рублей, можете продать на 50 тысяч, хотите, можете на все 100 тысяч продать. В недвижимости такого нет, да, что вы можете продать там отдельно кладовочку, отдельно одну комнату, отдельно кухню, то есть вы продаете комплексом, и то есть оперируете очень крупными деньгами, да, И у нас не так много людей, которые оперируют этими крупными деньгами. И вот эта характеристика называется ликвидность. То есть, насколько быстро вы можете перевести свои активы в наличный капитал. Поэтому у недвижимости есть такая характеристика, как инертность. То есть, что такое инертность? Это вот есть там корабль большой, он там идет условно по морю, выключает двигатели, останавливается, но он по инерции еще продолжает какое-то время двигаться. Поэтому недвижимость, как актив, она более инерционна. Это раз. Два. Когда наступает кризис, что происходит у людей? Наступил кризис, повысили процентные ставки, компания перестала зарабатывать, компания начинает оптимизировать затраты, начинает увольнять людей. Человека уволили, потерял свой стабильный доход. Соответственно, даже если подумать на бытовом уровне, что происходит, человек что первым делом сделает? Ну, он, наверное, там, с депозитов деньги заберет. Он в фондовом рынке будет частично продавать или полностью продавать. Причем, опять-таки, в отличие от разумных инвесторов, практика показывает, что физические лица первым делом продают то, что упало больше. Не то, что упало меньше, а то, что упало больше. Соответственно, они начинают фиксировать убытки на фондовом рынке. И только уже после этого, когда экономика вступила в фазу экономического нокдауна, когда она вступила в фазу рецессии, акции или уже проданы, или достигли таких значений, человек уже психологически не может продать акцию с убытком 70%. Депозиты уже закончились. И только тогда он понимает, что, наверное, недвижимость, то, в которой он живет сейчас, она ему не по карману, наверное, имеет смысл ее продать. Перед недвижимостью даже машина может быть продана. Но когда мы находимся в фазе рецессионной, в фазе экономического нокдауна, последнее, что делает человек, он продает недвижимость. Даже на уровне головы, понимая, что это актив, который тянет его вниз, рынок недвижимости не столь ликвидный, и человек не понимает всего масштаба бедствия. Очень показательный был в этом плане 9-й год, 14-й год, когда, получается, заходишь на ЦИАН, заходишь на Авито, и видишь, что цены на недвижимость-то не упали. Много я это вижу в комментариях. Когда я говорил, что цены на недвижимость упадут, люди пишут, да не упала нифига. Петров, хоррэ армагеддонить, я смотрю, я слушаю тебя, я слежу за рынком недвижимости. Она нифига не падает, она только растет. Но растет она на бумаге. Цены на недвижимость остаются актуальными только на досках объявлений. Когда у тебя действительно есть деньги, когда ты действительно готов купить, то в этом случае приди к реальному продавцу и скажи, я у тебя куплю с дисконтом 15-20%, и ты получишь этот дисконт. Сейчас уже дисконты 15-20% достигают. Другой вопрос, что ты не поймешь этого до тех пор, пока не придешь к конкретному продавцу и не сделаешь сделку. А когда ориентируешься на бумажные цены, то у тебя и создается впечатление, что рынок недвижимости-то особо и не падает. Поэтому, понимая природу недвижимости, понимая ограниченную ликвидность недвижимости, понимая тот факт, что цены могут держать просто в бумажном плане те же самые риэлторы, чтобы не рынок... Потому что это же лавина тогда будет. То есть попробуйте опустить цены на 10-15-20% на недвижимость в публичном пространстве. Люди запаникуют. Люди будут пересчитывать свои собственные квартиры, сколько они стоят. И поэтому это очень показательно, что 98-99 год, вот видно, в 99-м году резкий скачок, то есть фондовый рынок ММВБ дал доходность 220%. Недвижимость, посмотрите, в противоход упала. 2008 год. Очень показательно вот эта вот плоскость с 2006 по 2009 год. Зеленый график. То есть мы видим, что фондовый рынок упал на 75%, но в течение следующих 12 месяцев он обеспечил доходность порядка 150%. А недвижимость потом... То есть она некая такая кляча, бычок, которая за рынком тянется. Потому что рынок, как скоростной индикатор, как очень быстро прасящий проблемы экономики, он первым сваливается. Но как только вводят стимулирующие меры, как только понижают процентную ставку, как только начинают снова печатать деньги, финансовые активы начинают расти. А недвижимость продолжает заваливаться. И что в этом случае нужно понимать, когда мы смотрим на текущее положение вещей в 2022 году? У нас уже сейчас порядка 50% составляет падение рынка ценных бумаг. Сможем снизиться еще процентов на 15-20 от текущих значений. Недвижимость только-только-только, да? То есть последние буквально полтора-два месяца действительно начали цены. Даже бумажные цены начали падать. Застройщики уже предлагают скидки, если вы покупаете сразу недвижимость в 15-20%. То есть недвижимость, по сути, сейчас, ну просто откатилась на год назад. Она еще не упала. Потому что, опять-таки, недвижимость инерционна. Сейчас в любом случае можно говорить, что завтра в экономике России могут быть существенные проблемы. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Инфляция может разгоняться. Центральный банк может прекратить смягчать денежно-кредитную политику и начать ее ужесточать. Кредиты станут более дорогими, ипотека станет более дорогой, располагаемые доходы населения будут уменьшаться, и, соответственно, недвижимость будет продаваться. Но еще раз посудите сами. То есть смоделируйте эту ситуацию. Вы человек, у которого есть и золото, и депозиты, и валюта, и инвестиции на фондовом рынке, и есть недвижимость. Вот я к вам обращаюсь с вопросом, что вы в первую очередь будете продавать сейчас? Но вы наблюдаете, что ничего не меняется. Металлурги платят дополнительные налоги, нефтяники платят дополнительные налоги, Газпром должен платить дополнительные налоги. И вы скажете, а зачем мне находиться? То есть я лучше посмотрю на какие-либо другие активы. И поэтому получается, что риск, который я вижу в настоящий момент, заключается в том, как себя ведет обычный обыватель в периоды нестабильности. Риски в том, что обычный человек, который пришел на фондовый рынок, сейчас может совершить две фатальные ошибки. Первая ошибка заключается в том, что он продаст активы, которые снизились в цене. Это первый момент. И он получит, зафиксируя свой бумажный убыток, там в 50, 60, 70%. Второе, когда он даже выйдет из этого, выйдет он под очень эмоциональным всплеском, и здесь будет очень простая логика рассуждений. Все, хватит, я наигрался. Я в это ни во что не верю. По крайней мере, я куплю недвижимость, она будет моя. Что бы там ни произошло, я буду иметь свои 4 стены бетонные. У меня их никто забрать не сможет. По крайней мере, я не буду арендовать, что будет с моими доходами, я не знаю. Она пусть у меня стоит. И он вложится в то, что может упасть еще процентов на 20-30. И посчитайте, что мы в этом случае получаем. Условно, у человека было 100 рублей на фондовом рынке. Из этих 100 рублей у него был бумажный убыток 50 рублей, 50%. Осталось 50. И что он делает сейчас? Он эти 50 рублей вкладывает в актив, который еще на 20% упадет. 50 минус 20, это получается там еще минус 10 рублей. Итого 40. То есть, за 3 года абсолютные потери могут составить порядком 70%. И опять же, этот капитал, когда мы говорим про недвижимость и просто переложиться в недвижимость, ну то есть, минимальный чек это 5 миллионов в регионах, да, ну там 3-5 миллионов в регионах, 5-10 миллионов в Москве. Таким образом, мы получаем, что если приходить к этим средним цифрам, какую мы математику получаем? Обратную, да. Чтобы купить сейчас на 10 миллионов недвижимость, то, соответственно, это на фондовом рынке должно было быть 20 миллионов. И оттуда он еще может там минус 20% от 10 получить. То есть, 20 миллионов могут превратиться в 8. 12 миллионов налог на глупость. Хорошо, кого-то может не устроить данный пример, в принципе, да, в абсолютных значениях, давайте посчитаем в процентах. 60% от своего капитала человек может заплатить налога на глупость. Почему это происходит? Основная причина в отсутствии диверсификации. Потому что, практика показывает, люди шарахаются из одного в другое. Из фондового рынка в акции, из акции в рынок, из рынка там в золото, из золота в доллары. И вот это вот шараханье обеспечивает налог на глупость в среднем в районе 10-15% от вашего капитала. Друзья, очень здорово, что вы подписаны на канал и получаете данное видение, понимание, как мыслить инвестору. И исходя из этого, то есть, почему я там тоже не раз повторяю, я не против недвижимости. Вопрос качества недвижимости, кто этим занимается, сколько вы этому уделяете времени. То есть, вот более подробно, каким образом, да, все это выстроено в глобальном масштабе. Говорили на конференции. Друзья, конференция платная, сообщаю сразу. Польза данной информации в том, что вы понимаете глубоко, каким образом движется недвижимость, от чего она зависит и на какие характеристики, на какую отчетность для прогнозирования цикла экономики мировой нужно обращать особое внимание. Когда, вот, недавно у нас было вот это вот видео, мы говорили про недвижимость, что пойдет там на 80-90%. Вижу очень много улыбающихся людей, да, Максим, да что ты гонишь? Такого никогда не будет. Но просто из-за того, что объем долга в мире очень высокий, из-за того, что очень много недвижимости куплено в ипотеку, я считаю, что если в России мы можем увидеть там падение в 20-30%, то глобально падение может составить и 70-80%. И опять-таки какие-то будут закрытые сделки с дисконтами там в 90%. В принципе, сегодня у меня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Оставляйте обязательно комментарии. Возможно, вы имеете свое собственное мнение по данному вопросу. Оно мне будет очень интересно. Можно увидеть, что я не даю особых комментариев под видео на Ютубе, но комментарии я даю в рамках нашего Телеграм-канала. Соответственно, раз в неделю в рамках Телеграм-канала мы проводим эфиры, на которых я отвечаю на вопросы. Если вы хотите действительно получить ответы на свой собственный вопрос, пожалуйста, подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылка будет под данным видео. На этом у меня сегодня все. На связи был Максим Петровов. До свидания, удачи. Всего самого хорошего. Пока-пока.